В центре города нешуточные страсти развернулись из-за мелкой по полицейским меркам аварии. Напротив автобусной остановки площадь Блюхера столкнулись попутные УАЗ «Патриот» и «Тойота Марк 2». Седан врезался в отечественный внедорожник в тот момент, когда 36-летний водитель иномарки пытался перестроиться с первой полосы на вторую, по которой двигался УАЗ. Сама ситуация не стоила бы и выеденного яйца, если бы не одно «но». Виновный шофер Марка никак не хотел признаваться, что за рулем сидел именно он. Ответственность мужчина совсем не по-джентльменски перекладывал на свою супругу. Не дать уйти от наказания попыталась продавец палатки с выпечкой, на глазах у которой и произошло столкновение. Первый вышел мужчина. Правая сторона с первой передней. Да. С правой стороны с двери. И он сразу же подошел к переду той другой машины и начал на повышенную цену показываться. Девушка сидит на переднем сидении, с пассажирской передней. Первое сидение. Слова очевидца мужчину не вразумили. Тогда 61-летний оппонент Ятреца достал козырь из рукава. Во время аварии в салоне Патриота работал видеорегистратор. Джип равняется с иномаркой после перекрестка. Водитель седана включает указатель поворота и меньше чем через секунду приступает к маневру. Салон «Тойоты» просматривается отлично. Девушка сидит слева, руль держат мужские руки. Через несколько секунд выходит из-за чинщик ДТП и начинает о чем-то спорить с водителем УАЗа. После просмотра записи мужчина стал на ходу придумывать оправдание. Я ему говорю, посмотрите регистратор. Ну, посмотрели регистратор. Девушка сидит на пассажирском сидении. Ну, она когда ударилась-то... Почему девушка пишет тогда объяснение, как водитель? Так она была водителем. Как она могла быть водителем? Мне когда в жизни удостоверения не было, как я могу... Мужчина лукавил и о правах. Их он получил, но лишился удостоверения в 2012 году. Продолжал ездить, несколько раз отказывался от прохождения теста, за что срок отстранения от вождения продлевался. Уйти от ответственности вряд ли получится. Регистратор в случае решения вопроса в суде станет неоспоримым доказательством. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Андрей Алферов.